Всем здорова! На связи агент 3310. Недавно я сделал пост в сообществе с поиском людей или их друзей и родственников, которые занимаются разработкой мобильных игр. Но я искал не крупных разработчиков, а энтузиастов, создающих игры дома на коленке, а может быть и на коленях, которые просто хотят сделать мир лучше, а может и сжечь его к чертям. И по вашим комментариям я собрал этот топ. Погнали! Я из Гриста, и они любят ваши видео. Can you add me in your next video, please? Perfect English. Не хочу пугать вас своим произношением английского, но тут объявился зритель из Греции и попросился в видео. Надеюсь, его можно пропустить без очереди. А вот ежегодный ивент «Чествование весеннего короля» в War Spear Online пропускать никак нельзя. Я как-то уже рассказывал об этой игре. Её делают более 12 лет ребята из Калининграда. Эта пиксельная MMORPG в режиме реального времени с открытым миром работает на всех известных мне платформах, как мобильных, так и ПК, МакОсь и даже Линукс Карл. Работает по схеме фри-ту-плей. Режимы битв, варианты прокачки героя, гильдии, открытый мир с кучей островов. Короче, контента в игре за 12 лет набралось дофига. А в последнем обновлении игроки попадают на весенний остров, где проходит второй год обучения в школе магии. За короткое время можно изучить два магических направления — магию иллюзий и анимагию. Я бы от такого и в реальной жизни не отказался. Кроме этого, в Варспире появился боевой пропуск, значительно расширяющий список уникальных сезонных наград, среди которых есть абсолютно уникальные, а тем, кто зайдёт в игру впервые, сделают хороший подарок. Лично я пойду получать хотя бы магическое образование. Всех, кто желает присоединиться, жду Варспир онлайн. Ссылочка будет в описании. Всем спасибо. Мой брат с другом делали игру «Эволюция видов 2» вроде, насколько я помню. Спасибо, что сдал адрес своего брата, но сейчас об игре. «Эволюция видов 2» — это красивая и увлекательная игра про зарождение и развитие межпланетной жизни. Ты в курсе, что на самом деле правит жизнью? Что? Стечение обстоятельств, шанс и случай. Сторонники теории Дарвина — это игра для вас. Если бы мы произошли от обезьяны, то нас бы и теперь, цыганы, водили бы по городам на показ, а мы бы платили деньги за показ друг друга танцуя. Вы выбираете себе планету, на которой будете развиваться, создаете свое уникальное существо и стараетесь развивать его. Звучит как симулятор плохого отца, но на деле это увлекательная игра про эволюцию и выживание. Вы должны доказать, что ваша раса достойна существования, развиваясь от микроорганизма до самостоятельного существа и соревнуясь с тысячами игроков по всему свету. В игре крутая графика, простое управление и гибкая кастомизация. Заслуженное место в этом топе. Инфинити Арена Бэтл Рояль. Мой кореш сделал ее. Очень годная. Ну что ж, кореш, благодаря твоему корешу ты в топе. Если от слов Сега или Дэнди у вас сводят олдскулы, а от пиксельного стиля ваши зрачки расширяются до размеров арбуза... Уры! ...то вы не пройдете мимо этой игры. Инфинити Арена — динамичный аркадный платформер, где вы управляете персонажем, который уничтожает все, что движется. 16 видов оружия, начиная от катаны, заканчивая лазерной пушкой. Несколько локаций и арен, множество скинов персонажа, и все это в оболочке ретро-аркады. Плюсом в игре присутствует огромное количество трэша и угара, так что качайте и с головой отправляйтесь в это пиксельное месиво. Я знаю тонкого человека. Сам делал игру. Его ник почти Никита. Игра «Симулятор Украины». Тогда давайте поможем тонкому человеку заработать денег на еду. Дэс Куки! Ам-ням-ням-ням! Сразу нужно оговориться, что у этого разработчика есть и первая часть «Симулятора Украины», а также «Симуляторы других стран». Итак, «Симулятор Украины 2» — игра, в которую вы погрузитесь в процесс управления страной. Будете решать ежедневные задачи президента и создадите процветающее государство. В общем, почувствуете себя Владимиром Зеленским, но не тем, который в кожаных штанах прыгал на сцене. Разрабатывайте четкую стратегию развития государства, меняйте руководителей министерств, но и об обороне не забывайте и становитесь лучшим руководителем страны. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Седьмое место сегодня необычное. Дело в том, что эта игра еще не выпущена в свет, а находится в активной стадии разработки. Это хоррор-шутер в жанре «Рогалик» с сюжетом на 10 эпизодов. Вы можете проследить за прогрессом создания этой игры на YouTube-канале разработчика и его аккаунте в TikTok. Все ссылки будут в описании. От себя хочу сказать, что проект весьма амбициозный. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить колокольчик и оставлять комменты. Да, и залетайте в мой аккаунт в TikTok, там много интересного и полезного. Рейс-Арена – моя игра. Даже сам порой в нее залипаю. Обновление происходит очень часто. Главное, чтобы в нее играл не ты один, а за обновление плюсик. Итак, Рейс-Арена – динамичная гоночная игра, в которой нельзя находиться на одном месте. Вам и вашим противникам предстоит побороться за пространство на платформе. Механика очень проста. Каждый автомобиль оставляет за собой след, под которым платформа исчезает. Все, как и на наших дорогах, которые давно не хотят ремонтировать. Дороги хотят перестать асфальтировать. Министр транспорта Игорь Левитин заявил… Крякнем, плюнем и надежно склеим скотч. На платформе нужно быть максимально аккуратным. Один неверный поворот, и вы вылетаете из игры. Главная задача в том, чтобы выбить всех соперников с платформы и остаться на ней последним. Игра оставляет приятное впечатление, но к минусам можно отнести отсутствие онлайн-режима и обилие рекламы. Название «Попади в дырку». Хорошо, что эта игра не про выпускной или вписку. «Попади в дырку» – игра, созданная за одну неделю. Разработчик сам на ютубе об этом рассказывал. Ладно, и так сойдет. Цель, как ни странно, попасть в дырку. Это может быть и цель, и кольцо. В начале рогатка стреляет шаром, затем он падает и начинает балансир. А далее все зависит от вас. В игре есть три вида мячей. Обычный, мяч с управлением и прыгающий мяч. В комментариях игру в основном хвалят. Но на деле в ней много недочетов, как физических, так и графических. Но давайте не будем завышать ожидания к игре, которая создавалась так быстро. На инженерном языке «дырка» – это технологическое отверстие. Так что поддержите разработчика, чтобы он не получил технологическое отверстие от публика. Блокпост Мобайл – знакомые делали. Сейчас посмотрим, что там твои знакомые наделали. Блокпост Мобайл – полноценный игровой проект, тактический экшен с кубическим оформлением. Этакий плод любви Counter-Strike и Minecraft. Здесь вы станете частью большого сообщества и будете участвовать в динамичных боях. Схватки от первого лица и киберспортивная атмосфера не дадут вам заскучать, даже если вы уже нахавались игр такого жанра. В игре есть несколько режимов от разминирования бомбы до снайперских перестрелок. Огромный выбор оружия и большие возможности модификации. И главное, не забывайте про тактику, которая может привести вашу команду к победе. Все ссылки на игры, как всегда, в описании. Мой друг сделал Путин против инопланетян. Интересно, это чисто фантазия твоего друга? Или он что-то знает? Путин против инопланетян – игра, где Путин поражает не только инопланетян, но и ваши сердечки. Земле угрожает опасность, ведь ее хочет уничтожить космическая раса. И кто как-никак Владимир Владимирович поставит на место этих инопланетных пиндосов? А поможет ему в этом народ, ведь все мы знаем, как страшны отряды Путина. Главному герою предстоит путешествовать не только по галактике, но и во времени, и даже познакомиться со Сталином и другими культовыми личностями мирового масштаба. Из минусов – игра Путин против инопланетян точно не понравится любителям РЕН-ТВ, ведь не может Путин против своих воевать. Вцепиться в свое кресло руками и зубами, и думать только об этом. Вот этим мы будем заниматься. Таракан Вадим Очень приятно, агент 3310. Ладно, давайте посерьезнее. Таракан Вадим – очень необычная игра в пиксельном стиле. Вы играете за таракана с пушкой, и ваша цель – собрать 10 хлебушков. Наверное, вкусный. Вот это да. Убили три зомби-таракана – получили хлебушек. Жизни и патроны ограничены, поэтому придется искать дополнительные. В общем, вас ждет пиксельный зомби-шутер в тараканем мире. Но самое главное, что на протяжении всей игры играет песня про таракана Вадима, которая создает уровень психологического давления, а отключить ее нельзя. Все равно, что слушать Бузову целый день, привязанным к стулу. Как говорит сам разработчик, он думал, что попросит добавить отключение музыки. Но людям нравится. Более того, рейтинг у игры 4,9, что очень круто для такого проекта. Креатив Спейсис. Игра «Три в ряд». Кто делал? Мой папа. Скажешь папе, чтобы подарил тебе новый смартфон за рекламу. Да и пусть подписывается на мой канал. Креатив Спейсис – очередной представитель жанра «Три в ряд». Здесь вы выступаете в роли помощника, талантливым студентом и дизайнером, который должен довести их проект до ума путем решения головоломок. Все прорисовано достаточно красиво, а интерьеры радуют глаз. Но выбирать их нельзя, как и в советские времена. Я-то в советские времена. Я-то в советские времена. В игре средняя сложность, поэтому если вы рассчитываете пройти ее быстро, то у вас не получится. Некоторые жалуются на отсутствие перевода на русский и отсутствие бесплатных бустеров с очевидным намеком на донат. Но надо же папе за что-то сына кормить. Скачивайте игры из топа и поддерживайте независимых разработчиков. Пишите в комментариях, как вам такая рубрика и стоит ли делать подобное видео. Ну и не забываем подписываться. С вами был Агент 3310. Всем ББ!